Приветствую! Есть разные нормативно-правовые акты, есть позитивные, которые улучшают жизнь людей, есть нейтральные, от которых нам не холодно, не жарко, что называется, а есть такие, которые ты читаешь и думаешь... Я не могу вам сказать, что я по этому поводу думаю в силу своего воспитания, но, друзья, все-таки хочу обратить ваше внимание на то, что есть прекрасные нормативные акты и сегодня речь пойдет о постановлении Кабинета Министров Украины. И вот давайте чуть-чуть посмотрим его. Итак, друзья, сейчас на экранах вы видите это прекрасное постановление Кабинета Министров Украины, номер один за 2023 год. И обратите внимание, когда же оно принято? 3 января, да? Предыдущее прекрасное постановление у нас было 30-м принято, да? Ну, я имею в виду вот то постановление 1487 о новом порядке воинского учета, а здесь 3 января, ну, есть у нас такая фишечка, принимать интересные постановления тогда, когда люди меньше всего обратят на это внимание. И вот интересное постановление о про затверджение положения проособливости и импорту электрической энергии подчас проходжения осенью-зимового периода 2022-2023 года в условиях правового режима военного стану в Украине. Слово импорт, конечно, это божественно, да? К сожалению, мы перешли из статуса страны экспортера электрической энергии в страну импортера электрической энергии. Но вы знаете, не это самое главное, да? Вот это можно было еще, наверное, как-то объяснить, как-то с пониманием отнестись с учетом того, что это все-таки мы говорим о состоянии, когда идут боевые действия, да? И мы знаем вот эти прекрасные прилеты по нашей энергетической инфраструктуре. Но вопрос же не в этом для меня самый главный, да? Вопрос в следующем. Здесь вот оно такое небольшое. Мы не будем даже, друзья, его читать. Вот давайте не будем тратить на это время. Ссылочку я оставлю в описании. И вы сможете ознакомиться с полным текстом. А сейчас я вам покажу то, как видит это постановление Министерство экономики Украины. А видит оно его вот так. Вот так, друзья. Вот это сайт Минэкономики Украины. Юлия Свириденко. Это министр соответствующий. И вот что они пишут? Педприемства, які купуватымуть импортовану электроэнергию, будуть захыщени від плановых відключень в межах придбанной энергии. Вот это смысл и соль этой постановы. Хочешь, чтобы тебе не отключали электричество? Плати, импортируй. Ну, смысл, наверное, не в этом. Смысл в выведении денежных потоков куда-то за границу, в заработке, в прибыли тех людей, которые, собственно говоря, будут получать эти деньги. Но у меня вопрос. Я на підприємство. Я обычный гражданин Украины. Я плачу за электроэнергию. Ежемесячно плачу. А в смысле? А почему вы мне отключаете? Вот у меня вопрос такой. Что это получается? Что, в принципе, у нас есть возможность импортировать электроэнергию и не отключать? Но мы этого не делаем. И ведь если, ладно, вы бы сказали, что мы там на определенные предприятия, которые критически важные, мы заводим электроэнергию и не будем отключать. Но постановка же вопроса не такая. Постановка вопроса другая. Ты купи, ты импортируй электроэнергию и только поэтому мы не будем тебя отключать. То есть не потому, что ты критически важен сейчас для страны, твое предприятие, а потому, что ты импортировал электроэнергию. Именно поэтому мы тебя не будем отключать. Друзья, вот, наверное, я не знаю, какие у вас сейчас эмоции, но я честно, я пришел вот просто в некий восторг, назовем это так, прочитав эту постанову и прочитав вот эту публикацию на сайте Минэкономики. То есть меня убивает вообще, что они в открытую говорят, что, ну, друг, есть бабки, вот купи там. Если купишь там, мы тебе не отключим. Но если ты там не купишь, а если ты будешь платить за электроэнергию какому-то обленерго, нашему обленерго, то мы тебя будем отключать. То есть, если эти деньги будет получать украинская энергоинфраструктура, мы будем тебя отключать. Но если эти бабки будет получать кто-то за границей, мы тебя не отключим. Класс. Класс. Это... Я, честно, друзья, ну, вот, мне сложно подбирать слова, чтобы это описать. Вот эту всю любовь и заботу о своих гражданах просто невозможно описать словами. Не люблю такие видео, честно, вот, ну, не люблю давать людям какой-то такой вот негатив, да, но с другой стороны, ну, страна же должна знать своих героев. Люди же должны знать, что происходит, в стране сейчас. Вот, когда они сидят без света, вот, ну, нужно понимать, какая ситуация в стране. И, конечно, такой, задать себе вопрос, так, а может, стоит просто импортировать сюда столько энергии, чтобы никому не отключать? Если весь вопрос в этом, если весь вопрос в бабках. Наверное, мы готовы сейчас за электричество заплатить, может, да, понятно, что кому-то это будет тяжело, кто-то остался без работы, но на то, что был бы свет в квартире, ну, мы поднатужимся, мы соберем, мы заплатим, но обеспечьте это. Но, как видим, все-таки, наверное, нет, потому что мы закупаем электроэнергию не за границей, а здесь у своих по соседству, ну, в своих ТЭЦ, в своих АЭС, а это не то. Друзья, ну, вот такое видео, может, несколько сумбурное получилось, прошу меня за это простить, но моему-то еще моему. Друзья, несмотря на все это, правда, желаю вам позитива, желаю, чтобы все вот это скорее закончилось, чтобы в ваших домах пришел и воцарился мир, и воцарился навсегда, и мы больше к подобным вопросам не возвращались, не возвращались к законам и постановам, которые в своем названии содержат упоминание о военном положении и прочим. Друзья, благополучия вам, мира, и, прошу меня, простить, если где-то я вот может перегнул чуть-чуть палку, высказывая такие мысли и вот неся, может, такой несколько негативный посыл, но мы должны об этом знать. Мира вам, друзья. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok